Это и парк, и мемориал, и история, и вечная память. Наш парк Победы вобрал в себя и спокойствие, и величественность. Именно поэтому жители города Кустанай часто здесь гуляют, заходят отдохнуть и поискать фамилии на стене памяти. Кустанайский парк Победы находится на территории бывшего городского православного кладбища. Оно было действующим с конца 19 века по 1949 году. Здесь также покоится прах погибших в годы Великой Отечественной войны, братские могилы погибших в годы Гражданской войны, либо же которые погибли в госпиталях, умерли от ран на фронте, на войне. Парк Победы был открыт в 1968 году для увековечения памяти погибших воинов. И изначально там было не такое количество, как сегодня, так сказать, погибших, потому что все было не уточнено. Тем не менее, по инициативе горкома партии, горысполкома, тогда был первым секретарем Шангирей Женебекова и Женебекова, они проявили инициативу и приняли решение увековечения памяти погибших. Да, это и нужно было делать. Когда-то он был открыт, и вот уже на протяжении 47 лет ежегодно Парк Победы торжественно встречает колонну во главе с ветеранами. В 1949 году городские власти приказали закрыть кладбище для захоронений, а в 1961 на этом месте началось строительство парка. Через год по проекту местных скульпторов братьев Белоусовых в парке начали возводить памятник «Мемориал». Это стена памяти с фамилиями кустанайцев, погибших в годы Великой Отечественной. Строительство парка началось с посадки деревьев, это и ели, и берез. В 1965 году здесь решили построить памятник «Мемориал» погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 1968 году этот памятник здесь уже официально был открыт и был зажжен вечный огонь. «Мемориал» Это святой праздник, праздник великий из всех праздников. Потому что страна, советую, одержала победу над фашистской Германией. А что такое фашизм? Человечество знает, что это зло, которое несет с собой только негативное. Фашизм – это человеконенавистничество, это унижение человеческого достоинства, это концлагеря. Поэтому угроза фашизма была не только для Советского Союза, но и для всего мира. Торжественное открытие «Мемориала» состоялось в 1968 году в канун 51-й годовщины Октябрьской революции. Был зажжен вечный огонь и парку присвоено название «Парк Победы». Субтитры создавал DimaTorzok